В этом видео я расскажу вам, как вернуть билеты на поезд, купленные в Укрзалезнице. Итак, все, что нам надо, это интернет. Первое, в сроке поиска пишем Укрзалезнице. Вот у нас сразу высветилось несколько вариантов. Жмем, какой он? Второй, по-моему. Да, вот именно нам надо перейти на страницу booking.uz.gov.ua Ну и мне удобно русский язык, может быть украинский. Если высветился другой сайт, вручную прописываем booking. После этого смотрим на страницу и ищем вот эту вот вкладочку. Возврат билетов. Жмем на нее. После этого надо войти в свою учетную запись. Для этого вводим свой e-mail или пароль. Если вы еще не зарегистрированы, жмем зарегистрироваться. Ну, самый простой вариант. Я думаю, если у вас есть учетная запись в Facebook, либо в Google, жмем иконку, ну в моем случае Facebook. И тогда никаких данных вводить не надо, вы автоматически залогинитесь. Вот я уже залогинился. Еще раз жмем возврат билетов. И мы попадаем на страницу, где есть 4 поля, где надо указать UID, фискальный код, фамилия и имя. Ну, фамилия понятно. Вводим фамилия, имя тоже. Все данные вводим очень внимательно. Все должно полностью совпадать. Буква в буква, цифра в цифру. Если на билете у вас имя на украинском языке, тут тоже вводим украинские буквы. Так, далее. Какие могут быть проблемы? UID. Что это такое? Ну, тут подсказочка есть. Что это там 20-значный код. Начинается с трех нулей и буквы B. В общем, где его найти? Вот у нас билет. И вот он в самом верху. Вот это UID. Вводим это все сюда. Терево вводить не надо. Оно автоматически подставится. Главное запомнить. Цифры понятно, но буквы это английские и все большие. Далее нам надо фискальный код ввести. Это тоже указывается на билете. Вот тут вот в правом верхнем, в правой верхней ячейке есть такое поле FK. Сколько тут? Восемь цифр. Вводим сюда эти восемь цифр. Вводим имя. Вводим фамилию, имя. И жмем кнопочку вернуть билет. Ну, я ничего не вводил, поэтому у меня высветилась ошибка. Ну, если вы нажмете, вы попадете на следующее информационное окно, в котором будет указано, что вы сдали билет и деньги будут вам возвращены на ту карту, с помощью которой вы проводили оплату. То есть, на вашу визу или мастер-карт. После того, как я вернул билет, я позвонил оператору в контакт-центр Укра Залезните, сказал, что я вернул билет и спросил, в течение какого времени мне будут возвращены деньги. Мне сказали, срок может быть от трех дней до месяца, до 30 дней. Но, как только я поговорил, прошло минут 15, и мне деньги пришли на мою карту на Приватбанк. На Приватбанк. Так что, я думаю, все это происходит очень быстро. Второй момент. Какую сумму возвращают? Вот в моем случае стоимость билета была 968 гривен 38 копеек, а возвращено мне 918 гривен 38 копеек. То есть, на возврате билета я потерял всего лишь 50 гривен. Но это потому, что я сдал билет, по-моему, до 5 дней до отправки поезда. Поэтому сумма такая была, скажем, чисто символическая. Если же вы будете возвращать билеты за день до отправки поезда, либо в день до отправки поезда, то вам вернут, по-моему, около 10% от стоимости билета. То есть, если у вас отменилась поездка, изменились планы, то не надо с этим делом затягивать, а сразу же возвращайте. Потому что вы потеряете очень большую сумму денег. Так бы мне вернули, опять же, не 918 гривен, а всего лишь около 100 гривен. И я бы потерял 800 гривен. Так что ничего сложного тут нет. Я думаю, я вам помог. Если есть вопросы, пишите в комментариях. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал.